Внимание! Данное видео создан для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, её просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Добрый день, дорогие наши подписчики, в эфире передача «Ржава молодость». И сегодня, значит, в объективах нашей передачи ваш любимый из Юпитер 5. Вы давно уже просили, чтобы мы сделали передачу конкретно про Юпак. Вот вам, пожалуйста. Искали, искали, нашли. Всем привет, это Руслан Петушкин, и это мой блог о путешествиях по миру. Сегодня мы будем встречаться с моим другом, рыбаком-охотником Дмитрием Фёдоровичем. А вот, кстати, и он уже встречает меня. Здорово. Здравствуйте, Дмитрий Фёдорович. Расскажите, чем мы сегодня будем заниматься? Ой, да чем хочешь здесь можно заниматься? Можем на картошку сходить по полотне, можем на рыбалку, если надо, к тёлкам можем вечером сходить. О, а вот это интересно. Да, конечно, ещё бы. И что, много у вас тёлок в деревне? Да, конечно, ты что. О, такие вот сиськи. Серьёзно? Я жду. Вечером сходим. Отлично. Вы меня уж простите, что у меня такой колхозный вид, и я у тапках, но дело в том, что на таких мотоциклах мотообувь – это либо мототапки, либо мотокалоши. Вот. Почему? Потому что мотоцикл деревенский. Вот он что в Советском Союзе в деревне был распространённый. Что сейчас? Остатки юпаков гоняют по деревням. Вот. Ребята в тапках, в мототапках, в мотосланцах, в мотошортах. И вот, дай бог, вот так ещё из защиты только каска есть. А так, в принципе, ничего и не надевают. Бывает, и без трусов ездят, если из похмелья. В соседней деревне. Ну, это я про себя. Ладно. Руслан, пойдём, не стесняйся. Вот, смотри. Ух ты. Батя, что это за растение такое? Вот это? Да, да, да. А это сакура. Японская сакура? Серьёзно? Не, не японская. Она сакура, потому что я оттуда ссать хочу. Кстати. Бать, ну может пойдём? Ты чё, твою мать, ты чё? Ты чё, подойди сакуру мою, сними. Ну я для влога, бать. Мозги есть, нет, японцы не поймут. Ну куда ты снимишь-то? Чё, хотел сказать. Технические характеристики. Ну, зайдите в гугли, посмотрите. Ну чё, чё, сам помню, скажу. Лошадями особо советский мотопром наши мотоциклы не оснащал. Конкретно в ЮПАКе где-то в районе 25 лошадиных сил. Причём у пятой планеты... О, тьфу, пицца сердца, простите меня, ЮПАКоводы. Унизил сейчас я. Конкретно у ЮПАКа пятого, в общем, 24 лошадиные силы. Причём зачем-то двигатель дефорсировали. То есть четвёрка 28 лошадиных сил. А этот 24. Ну это, видимо, для того, чтобы ему ресурс сохранить подольше, чтобы поработал. Ну и тягу сдвинули немножко к низам, то есть у него крутящий момент пониже был. Он лучше это, тянул на низких оборотах. Вот а, чё ещё сказать. Я бы, конечно, уже хотел поехать к тёлкам, но батя обещал показать каких-то ежей. Комар. Чё-то у вас их очень много здесь. Ну так ты думал, тут же речка и пруд. А может быть есть тогда какой-нибудь жепленд? А? Ну, спрей от комаров. Спирт есть. А его что, тоже нужно втирать? Нет, ну можно и втирать, конечно, но это слишком расточительно. Его лучше вовнутрь принимать. В общем, вечером мы попробуем эту народную медицину аборигенов, а вы оставайтесь с нами. Пойдём, я тебе покажу ежей. А мы продолжаем. Вот прям чё? Вот такой вот, значит, внешний вид у ЮПАКа появился не сразу. Вообще, пятый ЮПАК появился в 85-м году, но только в 88-м году, по-моему, у него стал вот такой вот вид. Причём, позаимствовали, значит, с планеты, конкретно бак, сиденье, геморрой. Вот эта вот часть Юпитера, эта часть мотоцикла в простонародье называлась геморрой. Вот это вот. То есть вот до этого у них фара просто отдельно стояла, тут вот сиденье заканчивалось и всё. Не, ну фотографию прикреплю там это. На экране вот сюда. Молодёжь, дай мопед до райцентра сгонять, а то племяшка на моём ЮПАКе укатила. Сейчас, бать, дай только ежедневное задание закончу. Что ты мне рассказываешь, у вас одно задание в сарай гомна почистить. Какое задание? Ежедневное, мне за него примогемы дадут. А, так ты про игру. А чё за игра такая? Пать, это очень популярная игра. Genshin Impact, игра с открытым миром, выпущенная для PlayStation 4 и 5, iOS, Android и ПК. В мире Тейвата, где постоянно бушуют всевозможные стихийные силы, вы начнёте своё путешествие, чтобы искать ответы у семерых богов каждой стихии. По пути приготовьтесь исследовать каждый дюйм этого чудесного мира, объедините усилия с разнообразными персонажами и разгадайте бесчисленные тайны, хранящиеся в Тейвате. Здесь игроки могут глубоко взаимодействовать с окружающей средой. Вы можете карабкаться, плавать, скользить по прекрасному миру с потрясающими пейзажами, от которых у вас отвисают челюсти, и интегрирующими испытаниями, которые нужно преодолеть. Вы также можете использовать силу различных элементов, чтобы побежать врагов и решать головоломки. В своём путешествии вы встретите очаровательных персонажей со своими хитовыми качествами и стилями. Девочка-кошка, девочка-лиса, пушистый, взрослая леди, самурай и многие другие, которые наслаждаются увлекательной сюжетной линией и самобытными личностями. Прекрасные звуки Тейвата, безусловно, увлекут вас, пока вы расслабляетесь в успокаивающем обширном мире вокруг вас. Genshin Impact уже выпустила свои музыкальные альбомы и провела серию концертов. Кстати, Genshin Impact получил массу наград, таких как TGA 2021, Лучшая мобильная игра, Google Play Best Game of 2020, Apple Store Game 2020, а оценка IGN 9 баллов. Объединяйтесь с друзьями, чтобы активировать ещё больше стихийных действий, и берите сложные домины, чтобы пожинать большие награды. И самое главное, в новой версии игры 2.8 появился персонаж Секануин Хайдзо, а также были обновлены Каэдыхара Казуха, Кли и Еймия. Запущены новые наряды силуэты ночи для Делюк, Рагновидор и Фишн. Скачивайте Genshin Impact по ссылке или сканируйте QR-код на экране. Познакомьтесь с милыми персонажами, откройте для себя увлекательные истории, насладитесь прекрасной музыкой в открытом мире Genshin Impact. Промокод и примогемы вы увидите на экране. Когда я поехал к племяннице в деревню Цинце, будет учить меня пользоваться чайником безмятежности. Погнали. Давай, давай, еще, еще, еще. Слушай, ты мне скажи, что такое травоблогер? Тревелблогер? Это про путешествия? А при чем здесь трава? Какая трава? Ты о чем? А? Какая трава, бать, ты о чем? А ты? Я про путешествия, а ты? А я что? Ну ты про траву какую-то говоришь. А при чем здесь трава? Не знаю. А, ну так надо же траву прополоть уже, наросло в картошке дофига. А, понятно. Что ты меня с толку сбиваешь? Так, бать, ну а где ежи? Вот они, смотри, мои ежи. Что, где там в будке, что ли? Это что, еж? Ты дурно, что ли? Это Байкал. Это собака. А где тогда ежи? Ну так вот, ежи, Юпитер 5, ежи, планета 3. Подожди, я думал, ты про животных. О, ядрит твою мать. Что-то у нас с тобой диалог не клеится. Ну ладно, пойдем. А куда? Контакт налаживай. О, я это дело люблю. Самое значительное отличие планеты от Юпака, что Юпак двухцилиндровый. Это его и плюс, и минус. Особенно, если говорить про зажигание. Вот это вот контактное, сука, зажигание, которое выщет голову, блять, мертвому даже человеку. Это ж надо столько, сука, мозгов выщать. Вот Юпаки двухцилиндровый. Они вот, блять, день ездишь, блять, два дня зажигания настраиваешь. То раннее, сука, то позднее. Не можешь никак попасть вечно, блять, один горшок за другим пытается успеть, блять. Параллельно хочет оба поршня вот так вот хотят работать. Но это все решается легко. Теперь уже сейчас разные варианты можно поставить. Бесконтактное зажигание даже с Жигуля. Доработали. В общем, это, наверное, во всем остальном мире мотопроб... Во всем остальном... Твою мать. Видите, я не принял сегодня с утра, поэтому... Блин, слушай, классная у тебя планета, бать. Дурень, это Юпитер. Ну, Юпитер, что, не планета, что ли? Как и в случае, значит, с Уралом и Днепром, существует извечный спор с Юпаком и планетой. Что все-таки лучше? Казалось бы, да? Планета, два цилиндра, вроде бы чуть-чуть мощнее, чем планета. И едет быстрее, то есть, что тут спорить? И, наверное, Юпак лучше. А нет. Из-за того, что у него есть свои минусы, в частности, вот это контактное, блять, зажигание. С планетой, ёпки, чуть-чуть поменьше. Но зато планета может у***ть по ноге, а Юпитер не пинается. В общем, и вот изо дня в день вот эти живоды между собой спорят, что все-таки лучше, Юпитер или планета. Признаюсь, честно, мне планета, наверное, чуть-чуть больше нравится, потому что я не люблю в их ковыряться, честное слово. Потому что там начинаешь ковыряться, блять, и потом уже нервы, короче, все там оставишь под этими крышками, блять. Двигатель половинить надо, чтобы его там что-то где-то... Короче, он немножко сложнее в обслуживании, Юпак конкретно. Но Юпаководы скажут, иди ты лесом, Юпак лучше, чем планета. И у них будут свои аргументы. Напишите в комментариях, что лучше, из планета 5 или из Юпитер 5. Может, мы все-таки решим у меня в комментариях, что лучше. Наше сражение станет легендарным. Слушай, а ничего нету? Так, у тебя же есть мотоцикл. Гоняй до магазина, купи. Ну что, дурной, что ли? А, что? Я с утра уже с соседом контакт налаживал. А, да? И как быть? А я племяшку попрошу, сейчас быстро смотается. А, и где он? Да он же. Это хорош моего гуся души, своего души. Ну что сказать еще про этот мотоцикл? В общем, что планета, что Юпак, они, конечно, довольно чахлые. Плюс-минус похвастаться мощами и скоростью может, наверное, только пес. Вот он немножечко позаряженный, конечно, поинтереснее едет. Вот эти вот планеты, третий, четвертый, пятый Юпаки, вот, они, ну, не очень хорошо едут. Любая ява, в общем, вздует Юпака. Ну, исходя из собственного опыта. Ну, что там эти 24 лошади? По трассе навалить вы на нем не сможете. Максимум только на сиденье. Особенно, когда менты за тобой еще увязались по деревне. Из преимуществ, что еще можно назвать? Ну, в отличие от планеты, здесь коробка, типа, полуавтомат. В общем, даже сцепление нажимать не обязательно. Нужно просто нажать на лапку переключения передач, плавно отпустить, добавить газу и все. И вот, без сцепления он работает. Если даже тросик отъебет, у тебя отстрельнет, можно на нем доехать. Субтитры сделал DimaTorzok Валера, это не есентуки, это какая-то другая херня. Просто посолили немножко. Минералку посолили. Что я последнее говорил? Я забыл. Про коробку ты говоришь. Принято считать, что коробка у Юпака 5-го беспроблемная. Но если уж сломалась, тогда придется половинить. Берете стамеску, берете молоток, раз по нему он развалился, перебрали все, закрутили, поставили, ну, эта герметика пожирнее намазали, приклеили. До магазина за пол-литра съездить хватит. Потом, конечно, начнет он ссать, как обычно. Один день ездишь, три дня чинишь. Всю голову вы***л. Ой. У нас технические неполадки. Ну, ты говорил, что-то вроде про контакт налаживать. Сейчас будем налаживать. Маринка. Бегу-бегу уже. Привезла. Налаживать контактики, ребят. Самогоночка топ. Сейчас будем. Или только неполную бать. А можно мне лучка, лучка обнимать? Такого еда заедать. На, закусывай, что, мне жалко, что ли? С сальсом. Сальса хорошая слоя. Ну, за взаимопонимание. Ой. Хорошо пробирать прям. Опа. Туриста наш поплыл. Сколько градусов самогонка? 70. Предупреждать надо. Ну, вот, в отличие от того же Урала, рама у него однотрубчатая. Довольно простая. Сварная. Вот. Вилка телескопическая. Постоянно сыт тоже. Как ее не ремонтируют? Ну, мы что делали в деревне? Туда этого, литола, солидола туда напихивали побольше. И все, и нормально, и отрабатывают кочки. Ну, один хуй бьет, когда глубоко вилка бьет. В принципе, найти полностью в сборе иж, какой бы то ни было, тройку, четверку, там, двойку, пятерку, очень сложно. Там обязательно какая-то рокировка будет. Что-то на пятерке от тройки, что-то на двойке от четверки. И вот так вот всегда. Это, ну, это классика жанра. Здесь вот конкретно поворотники от тройки, чашка. Вот это стекло от пятерки. А вот это полностью троечная. В общем, батя привез меня в какой-то лес. Батя, где мы? Мы остановились на привал передохнуть. Так я вроде не устал. Ты не устал? Юпак устал. Он ведь воздушного охлаждения. А что это значит? А это значит, что нет радиатора. И если долго ехать на небыстрой скорости, он греется. Ты же боишься быстро ездить? Ну да. Вот. А температура-то воздуха, дай боже, солнце жарит. Ты что, сейчас перегреем, колечко залягут и приехали. А, уже приехали? Да. Отлично, я тогда пофотографируюсь. Что еще? Изменилось, значит, ребрение цилиндров. С таким ребрением цилиндров у него охлаждение было быстрее. Ну, он же воздушник. Перегреть, чтобы колечки залегли 6 секунд. И поэтому, кстати, с завода, я уж не знаю, с какого года, начали выпускать. Ну, это уже, наверное, когда уже Советский Союз. Все. Уже в России, наверное. На Ижмаше стали оснащать, в общем, радиаторами. Жидкостного охлаждения двухтакники появились. Жидкостное охлаждение позволило усилить его еще где-то на одну лошадину силу. Да один хер, блядь, до наших дней половина, если живых, дошло, то хорошо. Ну что, бать, может быть, поблизости где-то есть? Лофт-кафе? Мы еще успеваем по времени на бизнес-ланч. Какой-то срак у лофт-кафе. Мы от райцентра 70 километров. Ну, я просто укушу, что-то не хочу. Я бы сейчас ел сэндвич, фобо и какой-нибудь том-ям. Это что такое? Ну, это суп. Из супов борщ есть. А он вегетарианский. Фу ты тебе, твою мать, вегетарианский. Тогда отлично, тогда буду. Ну вот, борщевик, видишь, растет? Да, вижу. Сходи и норви борщевика, я тебе борща сварю. Отлично. А много надо? Много. Хорошо. Ау. Оу. Как и планета, это двухтактник. Так что, тоже не забываем, когда наливаем бензин, не забываем про масло. Двухтактное, специальное. Или автол. Мы автол лили, у нас в деревне ничего другого не было. Перельешь масло, будет шлейф стоять, блядь, аж на соседней деревне. И чем быстрее будешь ехать, тем гуще будет дым. Нормальные вейперы, значит, вейпят на еже. Бат. А? А мы когда к телкам поедем? Вечером. Хорошо. А есть когда будем? Мы же так и не поели. Леща хочешь? Нет, не хочу. Я же сказал, что не хочу. Шутки эти твои неоригинальны. Комар. А лезь вон. А я думал, это карась. А я думал, это сова. Еле ничего не заржало. Забыл упомянуть, значит, про коробку. Там много говорил, а самое главное-то не сказал. Может кто не знал? Тут всего 4 передачи. 4 передачи. Постоянно хочется включить пятую. Не хватает, значит, скорости. Крышки на пятерках, без навесиков. Здесь просто вот такие крючочки и все. Она снимается и все. На тройках прям навесы. То есть крышка, по идее, не отсоединяется. Она вот так висит. И что самое важное? Самое важное в этом мотоцикле это инструменты. Потому что чинить приходится в поле. И вот необходимые инструменты. Свечи, да. Свечи засираются частенько. Вот. Поэтому целая куча сменных свечей должна лежать обязательно. Вот, ключи прям крупным планом можешь снять. Ключи вот свечной. Плоскогубцы. Все это важно. Это обязательно атрибут советского мотоцикла. Короче, крышка, под которой контакты, она, короче, закручивается только на один разъебаный болт. То есть тут, по идее, крестовая. Шляпка здесь под крестовую отвертку. Но тут уже все расху***но. Ну, это так и должно быть. Просто лишь по-другому не работает. Тут болта нету, классика. А тут вот он разъебаный. Но держит. Часто бывает, что и крышки-то, в принципе, нету. Вообще. Он от этого хуже не едет. Главное, в лужи не заезжать, в глубокие. Тогда нормально. То есть, если намочишь тут все, тогда пи***ц. Двигатель от писькоструин, видите, у него. Такой вот он прям матовый такой вот. Классно. Чистый, чистый. Это тоже редкость. Они все в масле, в гамне всяком. Вот этот чистый. В деревне, блядь, если у тебя спиздят его, ты его потом ищи на металлоприемке. Алюминия в нем много. Можно на пузырь себе насдавать. И у советских мотоциклов кикстартер, в отличие от японских, там всяких, китайских, европейских, кикстартер с левой стороны, ну, скорее всего, потому что справа просто люлькой ты вот так вот рядом не встанешь и не будешь его дрынькать. А поддрынькать придется, потому что любой советский мотоцикл с первого раза, блядь, заводится далеко не всегда. И поэтому надо приложиться всем весом, дрыкнуть, и он поедет. Субтитры сделал DimaTorzok Нормальные пацаны прошли через Иш. Ну, сейчас уже, конечно, времена меняются, вот эти вот старики уже отваливают. Сейчас альфачи пошли. Сейчас будет первый завтрак, да? Альфаводы, блядь. Ну, это уже новое поколение, ну, их в сраку. На китаезах этих ездят. Вот, вот это вот уровень. Кто на езже не летал, тот жизни не видал. Производили, значит, пятерки с 85-го года по 2007-й или 2008-й год. То есть потом, как все у нас в стране нахер подзавязали, подзакрыли, все, эти мотоциклы стали не нужны. Ну, спасибо китайцам. Хорошо это или плохо? Ну, для собственного производства, конечно, это плохо. Лучше бы вот они как-то модернизировались, шли бы своим путем. Сейчас, может быть, наши ежи и на наших комплектующих были бы не хуже, чем какие-нибудь альфы сраные. А вот эти вот, китай хлынул бы на наш рынок. Китай и индусы там начали свои баджаджи делать эти. Ну, вот, блядь, не лежит душа, ну, чё это? Если взять Японию, там, США, Европу, там, хотя бы есть какая-то история у этих мотоциклов. Ты их уважаешь за их историю, легендарность. Там мотоциклы высшего эшелона. Наши вот эти дрова. Ну, ты любишь, потому что они наши. Они, конечно, ломаются, мозги ебут туда. А вот Китай за шо любить? Хотя во многом, конечно, китайцы уже превосходят технологически. А эти же просто завернули в 2007 году. Это как вот в семье. Ну, отец алкаш, бывает. Много кто через это прошел. Ты же все равно его любишь. Пусть он алкаш, пусть он тебе голову епёт. Вот и так с мотоциклом. Он голову епёт, а ты его все равно любишь. Потому что свое. Ну, и как по традиции, как я всегда говорю, это же воспоминания. Это же вот наше детство, юность. Вот с этими мотоциклами же у всех связаны воспоминания. Это самое главное. Передача же про воспоминания, про ностальгию. И вот пацанята, энтузиасты. Или взрослые уже мужики. Ностальгия, кого победила, они вот принципиально, несмотря на то, что сейчас уже любой рынок тебя... Хотя уже последние-то несколько месяцев-то не любой рынок, конечно, открыт. Уже не исключено, что мы скоро восстановим, значит, ежмаш, и будем ездить на ежах. Потому что, блять, ни японцы уже скоро, ни европейцы уже скоро к нам в страну-то поставляться не будут. Всяко может быть. С нынешней ситуацией в сраку бы её. Блять. Бать. А? А ты что сам с мотоцикла слез и племяшки отдал? Да я просто устал, вот решил передохнуть. Да ты ссышь, наверное, просто. Раскусил, сука. Вон, молодец какая. Поёт, кола! Ну, нет ничего душевнее, чем вот на еже прокатиться по деревне. Ощутить ветер в лицо. Хрен с ним там. Мошки в глаза, в рот тебе летят. Ты сплёвываешь, едешь. Слёзы вот так вот текут. По вискам туда в ухи затекают. А ты несёшься по деревне, в поле куда-нибудь вылетаешь. Романтика. Вот только ежи, уралы, минские восходы дали нам это ощущение в своё время. И эту любовь к двухколёсной мототехнике. И вот советскому мотопрому можно сказать спасибо, что хотя бы мотоциклами не обделили народ. Если автомобили в Советском Союзе, блядь, надо было выстоять в очереди, там, годами пытались получить эту машину. Деньги были, а её хер купишь в магазине. Там очереди вот такие стояли, блядь, годами ждали, пока тебе москвич этот выдан. Или там копейку, тем более. А вот мотоциклы практически в любой момент. Захотел, пошёл, купил. Ну, то есть там тоже были очереди, но не такие. Мотоциклов производилось намного больше. Они были доступнее, и по деньгам доступнее, и очередей таких не было. Поэтому все деревни, все деревни, любую деревню заедь. По-любому у какого-нибудь деда хотя бы один ишь на любой деревне валяется. Пока всё на металлолом-то не поддают, оно всё будет. Ещё лежать, и гнить, и ржаветь. Бать, а мы когда к тёлкам поедем? Так и никуда ехать не надо, вот они сами с пастбища пришли, как обещал. Сиськи, о, ведро бери, доить будем. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях, о каком мотоцикле вы бы хотели увидеть следующий выпуск ржавой молодости. А также подписывайтесь на Boosty, потому что только на Boosty можно увидеть, о чём будет следующий ролик. Всякие эксклюзивы, бэкстейджи. Мы приоткрываем завесу тайны ещё задолго до того, как ролик будет на ютубе. И на телегу тоже подпишитесь. Всё. Счастливо! Ай, красота какая! Ай, ты глянька! Мать! Ой! Меня снимает и радует. Не нарадоваешься прям. Всё.